Отец и Бесный, мы помним каждого из нас. И после этих слов можно сказать славу однему и аминь. Хотелось бы сегодня, дорогие братья и сестры, вникать в смысл этого слова, любовь. Итак, мы продолжаем с вами возрождаться. И как мы с утра отметили, для нас это уже является целью. Этим мы живем. Это наше стремление. Разве есть что-то прекраснее, чем приблизиться к Богу? Разве может быть что-то лучшее в этом мире, чем быть рядом со Спасителем? Чувствовать Его каждый день. Чувствовать Его присутствие в жизни своей. Разве есть нечто более удивительное, чем общаться с Спасителем? Итак, сегодняшняя тема – разумение дара. И поговорим именно о даре любви. И будем стремиться к тому, чтобы осмыслить этот великий дар. Священное Писание говорит в Ефесянам, 3 глава, 18 и 19 текстов. Чтобы вы могли постигнуть, что широта и долгода, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение, любовь к Христу. Апостол Павел стремился к этой цели. И когда мы читаем Пасание к Ефесянам, 3 главу, мы видим, как Павел молится о том, чтобы мы познали эту любовь. Откройте, пожалуйста, в ваши Библии и посмотрите, что сказано в 3 главе, в 14 тексте. В послании к Ефесянам, 3 глава, 14 текст. Апостол Павел говорит, для сего преклоняем колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа. Для сего преклоняем колени, сказано здесь. Как мы знаем из неудейской традиции, евреи практиковали совершать молитву стоя, с поднятыми руками вверх. Они молились, воспаляли Бога. Но в этом открытке апостол Павел говорит, я склоняюсь, я падаю вниз перед Тобою, Божьим, чтобы совершить молитву. И о чем апостол Павел молится в этой молитве? И он говорит, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. И дальше Павел, обратите внимание, говорит, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его, или Духом Святым, во внутреннем человеке. Верою вселиться Христу в сердце ваше. В чем молится Павел? Павел чуть выше говорит о церкви. И он описывает, как должна выглядеть церковь. Но он понимает, что церковь находится на земле. И вот, когда он вспоминает этот момент, или его мысли направляются к этому, что церковь живет на земле, грешная земля, среди грешных людей, много испытаний, много искушений, вдруг он переключается в своем размышлении, склоняется на колени и говорит, «Я молюсь, чтобы вы утвердились, чтобы вы укрепились». Дорогие братья и сестры, действительно, что, живя в таком мире, в котором мы с вами живем, в бурном, поспешном, безбожном, если можно так сказать, нам нужно укрепляться в Боге, нам нужно почувствовать Его любовь. И Павел говорит, чтобы мы поняли ширину, глубину, высоту, насколько велика Божья любовь. Один автор, один богословик говорит, что крест очень интересно передает вот этот смысл, этот смысл Божьей любви. Потому что вверх креста указывает вверх-вниз безграничность, вниз креста указывает в том, что, опять-таки, безгранична Божья любовь, она без ограничений. Правая и левая стороны указывают, опять-таки, на то, что Бог для всех отдает Себя, что Его любовь невозможно понять. И вот дальше апостол Павел говорит, чтобы вы укрепились, да, чтобы вы могли постигнуть, постигнуть, то есть понять, осмыслить. Многие дети, не поймающие любви родителей, они относятся халатно к тому, что родители им дают. Настает время, когда дети начинают понимать, что значит родительская любовь, что значит материнская любовь. К сожалению, это уже, когда мы сами уже рождаем детей и понимаем, ах, насколько меня сильно мама любима. Когда у вас родилась дочка, вот мы проводили, как многие из вас, не было, было неспанные ночи, я вспомнил о маме и сказал, какая же великая любовь материнская, как она за мной укаживала, заботилась. Вы понимаете, когда я начал понимать Божью любовь? В 30-ти годах материнскую любовь, в 30-ти годах. Возможно, я еще не понял до конца, да? И апостол Павел говорит нам, чтобы не стремились постичь Божью любовь. А мы вот знаем Божью любовь, насколько она широка и насколько она глубока. К этому нужно стремиться, дорогие братья и сестры. Итак, мы продолжаем говорить о том, чтобы понять полноту Божьей любви. Но как это сделать? Как постичь ее? И в этих текстах, в послании Кефисианам, в 3-й главе, с 18-го по 19-й тексты, дан нам ответ, как постичь Божью любовь. Не будем говорить о том, что есть надобность или необходимо, чтобы ее он постиг, потому что это подразумеваем. Во-первых, нам необходимо получить дан Святого Духа. Нам нужен Дух Святой. Как сказано в 16-м тексте, да даст вам по богатству славу своей, крепко утвердиться Духом. Люди, не имеющего Духа Святого, они не утверждены. Их очень легко можно убедить в чем-то. Но когда дьявол свеет семя и попытается поменять его мышление, он добьется успеха. Поэтому нам нужно сегодня не только говорить, но просить о личности Святого Духа, чтобы она была в нас. И это нужно сделать каждый день, каждое утро. Второе, что нам нужно, написанное в послании, мы должны в своей жизни всецело покориться Христу и иметь с Ним близкое, постоянное общение. Чтобы он мог верой усилиться в сердце наше. Покориться. Слово покорность. То есть мы должны быть покорны нашему Христу. Блаженны кто? Кроткие. Кроткие. Те, которые подчиняются, покоряются. Интересное слово кроткие. Оно было использовано в древнем мире для дрессировки лошадей. И говорят, что дрессировали лошадь и хотели проверять, она послушная или нет. И отвозили лошадь, шли с лошадью в пустыню. И вот ставили и становились лошадью между оазисом, то есть водой, и между хозяином. Расстояние одинаковое. Лошадь среди этих двух точек. Она не выпила несколько дней воды. И вот хозяин проверял, покорная ли она ему или нет. И он приглашал ее, созвал ее к себе. Если лошадь возвращалась к хозяину, воприне ее жажды, она, значит, покорилась хозяину. Вот это же слово использует Христос, когда говорим, блаженны, кроткие. То есть те, которые покоряются Христу. То есть кто понимает, что начальствующий над тобой это Христос. И вот тогда мы с вами получим крепкую веру, которая возрастет и станет зрелой через Христа и пребывающего в нас Святого Духа. Мы будем укоренены или утверждены в любви. Итак, таким образом мы с вами начинаем познавать полноту Божьей Любви. Святой Дух живет в нас и наполняет нас. И также Христос является нашим храдатом. Давайте поразмышляем немножко над Божьей Любви. В Священном Писании есть прекрасный отрывок. Первая притча, а любая притча это инструмент преподавателя, чтобы донести человеку урок. И эта притча говорит нам о Божьей Любви. Его так называют или ее так называют. Но мы ее знаем как притча блудного сына. Вы помните, когда молодой человек однажды пришел к отцу, которого символизирует Бога. И он объявил, что хочет получить часть имени, которого он еще не заслуживал на тот момент, поскольку отец еще не умер. И он хотел жить самостоятельно. Он хотел покинуть родительский дом. И эта притча, сказанная христос говорит о том, что отец послушался и дал этому молодому человеку, дал имущество. Он взял средства и отправился в дальнюю страну. Человек уходит от Бога, живет самостоятельной жизнью, радуется жизни, набирает себе друзей и доволен. Потому что далеко от Бога, без Божьих заповедей, без Божьих принципов, кажется человеку, что вот-вот это свобода. Но настает время, когда деньги заканчиваются. По мере того, как заканчиваются средства, он теряет своих друзей. И настал один момент, когда он остался без никого. Более того, в притче сказано, что в той стране настал и голод, и не было чем питаться. И как всегда бывает, дорогие братья и сестры, во время кризиса происходит прорыв. Не всегда нужно обещаливаться кризису. Даже этому, который сейчас. Потому что доказано учеными, что прогресс настает, когда есть кризис. Когда наступает кризис, происходит рост. Ну, например, человек маленький, маленькая обувь. Его сжимает обувь. Значит, что происходит? Растет. Растет. Кризис наступил. Надо менять полку. Во время войны, когда русская армия завоевала Германию, они захватили множество разных строительных машин, или фарк, или завод. В том числе были такие, как марки, например, как «Жигули», «Запорожецы», и тому подобное. Американцы, немцы отдали вот это все, да? Они избавились от этой фирмы, и они стали прогрессировать. Теперь мы знаем таких марок, как «Мерседес», «Хельсвайл». Когда наступает кризис, когда у человека что-то отбирает, он что делает? Растет. Он растет. Поэтому, когда наступил кризис в жизни молодого человека, хотя казалось, это страшная вещь, он начал делать самое лучшее, что умеет делать человек, начал думать. И что он подумал? Сколько слуг в моем доме, в доме отца, родительском доме, дома наслаждаются хлебом, а я тут умираю. И он перешился, он отправился домой, голод его составил. Кризис заставил вернуться к отцу. Он отправился домой и сказал, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Твоих сын вернулся домой. Что делали мы с вами во время кризиса? Понимаем ли мы Божью любовь? Думаем ли мы правильно? Господи. Вы знаете, один человек, недавно был в связи с этим ковидом, лежал в поднице и платил за воздух пять тысяч евро в час. Это был светский человек, богатый. И после того, как он мог немножко уже говорить, ему сняли вот эту маску, и он начал плакать, говорить, «Сколько лет я прожил, не заплатил Богу ни один цент, ни одну копейку, за воздух, которого я использовал». Когда наступает кризис, мы понимаем Божью любовь и ее глубину, но лишь отчасти. И вот отец, который побежал вперед, впереди этого сына, который уже ждал его, опять, Божья любовь, глубина Божественной любви. Отец, наш Бог, дорогие братья и сестры, который ждет нас, если кто-то из нас еще не принял Бога, не покаялся, не принял крещение, знайте, что Бог ждет вас уже давно. Отец, который уже стоял, обнял его. И вот только тогда сын стал почувствовать Божью любовь, по-настоящему, отцовскую любовь. Только после возвращения сына отец мог излить на него всю свою любовь. И это стало возможным лишь тогда, когда сын был готов принять все, что отец желал ему предложить. Велика Божья любовь к нам, братья и сестры. И Господь хочет, чтобы мы познали эту любовь, вот эту полноту его любви. Теперь вернемся к вопросу о том, как познать полноту Божьей любви. Это возможно лишь тогда, если мы ежедневно, полностью покорим себя Богу и будем наполнены Святым Духом. Запомним слово, наполнять. Наполняться Святым Духом нужно каждый, каждый день. Чтобы когда мы откроем уста Своим, когда мы будем действовать, всякое наше движение, миника нашего лица, чтобы это все говорило о том, что в нас живет какой Бог? Божий Бог. Когда вы встретитесь со мной, чтобы вы сказали, какой Божий человек, светлый и радостный. Когда ваши соседи увидят вас, даже если у вас есть проблема, но они скажут, в этом человеке Божий Дух. Вы помните про Моисея, что сказали, когда увидели, когда он впускался? Разве Моисей стал кричать и говорить о том, что я адрентист, я последователь Христа? Нет. Люди увидели его сияющее лицо, его мимику, свет. Пусть этот свет будет и в наших сердцах, в наших лицах. Почему важно понять характер Божьей любви? Почему? Павел пишет и говорит, что только тогда они начнут овладеть тайным, которую искупленным предстоит постигать и воспевать во протяжении всей вечности. Об этом пишет Нелемой. Очень важно понять Божью любовь. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы эту любовь начинали достигать здесь и однажды настанет день, когда мы с вами будем достигать ее всю вечности. Она действительно глубока. подогнал «Симон» 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 «Симон»